Основным показателем эффективности работы муниципалитетов станет повышение доходов бюджета. Об этом сегодня заявил глава региона Александр Цибульский, обращаясь к главу муниципальных образований на комиссии по вопросам развития местного самоуправления. В ходе заседания глава Наринмара Олег Белак доложил о достигнутых значениях показателей эффективности деятельности муниципалитетов за 2017 год и планируемых значениях на трехлетний период. По словам Олега Белака, основные общие показатели, характеризующие город за прошедший период, не изменилось за исключением снижения количества многоквартирных домов с 401 до 383 и увеличение количества частных домов. Социально-экономический потенциал города характеризуется снижением среднесписочной численности работников, предприятий и организаций до 14 600 человек. Снижением среднемесячной номинальной начисленной зарплаты с 71 100 рублей до 70 400 при сохранении уровня безработицы в 2,6%. Причиной снижения показательной бюджетной сферы по численности и зарплате послужило выполнение плана мероприятий по повышению эффективности расходов бюджетных средств, то есть снижение расходов муниципальных и государственных предприятий и учреждений, в том числе органов власти. Рост числа субъектов малого и среднего предпринимательства незначительный, всего 6. Число индивидуальных предпринимателей выросло на 21 единицу, а число юридических лиц снизилось на 15. Снижению в предпринимательской сфере послужили неблагоприятные явления в экономике, в целом и снижение покупательской способности населения. У меня, допустим, там рост по малому и среднему предпринимательству к 2020 году, я считаю, минимум должно быть 30%. Вы там стоите, по-моему, в районе 15, если я не ошибаюсь, да, процентов, или там 14 сейчас. Да, но это нет, надо хотя бы к 30-20 году процентов от общего числа занятых. Люди должны заниматься предпринимательством, потому что для нас с вами это прямые доходы. И нам надо заниматься привлечением инвесторов, внешних инвесторов. У нас есть куда вкладывать, и даже там это не крупные проекты каких-то там огромных инвесторов, но среднего масштаба проекта мы вполне можем сюда привлекать. И каждый из нас должен этим заниматься. Для этого не надо замыкаться в границах своих муниципальных образований и округа, надо выезжать и продавать себя в хорошем смысле этого слова. Численность работников организации строительства, оптовой и розничной торговли, образования, государственного управления снизилась на 614 человек. При этом число индивидуальных предпринимателей возросло. Это обусловлено тем, что в 2016-2017 годах были проведены штатные мероприятия по оптимизации численности работников государственных и муниципальных предприятий и учреждений. Говоря об инвестициях в основной капитал, городоначальник отметил, что по сравнению с 2016-м годом в расчете на одного жителя он вырос на 18% и составил 1 миллион 370 тысяч рублей. Практически весь показатель, это около 98%, формируют предприятия нефтегазовой отрасли, которые зарегистрированы в городе Наринмаре, и в связи с чем оказывают существенное влияние на его изменения, остальные организации частных форм собственности существенно не могут. Показатели на 2018 и 2020 годы сформированы с отчетом сложившейся динамики по предыдущим годам. Также в своем докладе мэр города отметил снижение удаленной величины потребления энергетических ресурсов. Это связано с установкой приборов учета энергетических ресурсов в многоквартирных домах, сносом старого жилфонда, отапливаемого автономно-газовыми котлами, вводом в эксплуатацию новых многоквартирных домов с установленными приборами учета. Иван Никонов, Александр Бобрякович, Вадим Стасюк, Телеканал Север.